Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я в Барселоне, а в Барселоне плюс 37, а мне тоже 37. В общем, короче, мозги плавятся, и я начинаю этот выпуск, вот видите, вся мокрая, с бутылкой воды, потому что жарко просто невыносимо. Чёрт! Да чё так жарко-то? Нельзя похолоднее сделать? Я поняла, что я очень много рассказываю про себя в своём блоге, ну, наверное, с одной стороны, неудивительно, это же мой блог. С другой стороны, важно учесть, что у меня есть ребёнок, у меня есть сын, когда мы приехали, ему было 7, ему здесь исполнилось 8, потом ему здесь исполнилось 9. И он тоже, в общем-то, полтора года здесь живёт, и мне показалось интересным понаблюдать, а что изменилось у него. Потому что, ну, про то, что, говорят, да, ребёнок быстро адаптируется и быстро заговорит на языке, об этом я уже рассказывала, что нет, на самом деле это очень сильно зависит от ребёнка. И даже спустя полтора года у меня Саша, например, он говорит лучше, чем я точно на испанском, он говорит на каталане, ему он нравится даже больше, чем испанский, что удивительно. Он для него как-то мелодичнее звучит, он больше похож на французский. И он говорит на английском тоже, ну, не супер хорошо, не как носитель, но нормально. Но сказать, что он свободно говорит, что он может прочитать свободно книжку, что он может там, не знаю, как-то поддержать супер какой-то разговор, ну, не на уровне «я хочу есть, я хочу пить», ну, именно на английском нет, на испанском, да, чуть посложнее, но в целом, вот в целом, я бы не сказала, что он свободно говорит у меня на трёх языках. Нормально, говорит лучше, чем я говорила в школе, скажем так. Но помимо языка в адаптации участвуют и какие-то другие вещи, важны какие-то другие факторы, которые я хотела бы сегодня обсудить. Потому что, например, в начале, когда мы приехали, Саша очень скучал по своим друзьям, он скучал по своему классу, он скучал очень по бабушке. И он понимал, что вот здесь мы как будто в гостях, и здесь мы приехали временно, а там у него дом. Сейчас, спустя полтора года, когда мы говорим с ним о том, что да, он по-прежнему скучает, нет такого, что всё, знаете, он забыл. И тоже такой стереотип, что у детей такая память короткая, что им где хорошо, там и дом. И да, и нет. Ну вот да, это в том, что он сейчас считает наоборот, что здесь уже дом, а там мы хотим приехать в гости, он хочет увидеться с друзьями, он, конечно, скучает по бабушке, по костроме и так далее. Но он уже перестроился на то, что дом здесь, а какие-то, я даже не скажу, что гости там, но какая-то важная часть его, она всё-таки там. Но это уже не дом, это хорошо, потому что поначалу я очень переживала, когда Саша спрашивал, ну когда мы вернёмся, когда мы уже поедем, когда я буду снова ходить в свою школу. И я очень как-то так, ну знаете, я никогда ему не говорила прямо, что мы никогда не вернёмся, всё, теперь это наш дом. Я старалась ему сказать, что я пока не знаю. Ну то есть я как-то старалась уклончиво отвечать, я не говорила ему нет. И мне кажется, это важно, что, по крайней мере, мне стало спокойнее от того, что он теперь воспринимает Испанию как свой дом, Барселону как свой дом. Он не забывает Россию, но он теперь относится чуть легче к тому, что мы туда пока не можем поехать, что мы туда не ездим. Это первое изменение, которое я заметила. Я не знаю, как у вас дети, возможно, у вас дети сразу приняли новую страну и поняли, что кайф, классно, нам очень нравится. Саша не сразу, он весь первый год меня спрашивал, когда мы вернёмся, для него это было важно. Сейчас это немножко отошло на второй план. Если говорить о том, что повлияло на это, то мне кажется, что главный фактор это то, что у него здесь были друзья, русскоговорящие друзья, естественно. Я хочу предостеречь всех родителей, которые считают, что если кинуть ребёнка полностью в испаноговорящую или англоговорящую среду, ему будет легче адаптироваться, у него, в принципе, всё будет легче, он быстрее заговорит. Мне кажется, и это моё субъективное мнение, это прямой путь к огромной травме. Если ребёнок окажется один со своим языком и в компании детей, которые могут играть, которые могут развлекаться, которые могут обсуждать игры, приколы и так далее, а ему какое-то время это будет недоступно. Да, со временем действительно он вольётся в коллектив, но и мой ребёнок вольётся в коллектив, и любой ребёнок, который общается и в русскоговорящей среде, тоже вольётся в коллектив. Он будет говорить на этих языках. Но мне кажется, что когда есть вот этот бустер психологический, переход, да, когда ты сначала был полностью в русскоговорящей среде, потом русскоговорящая, испаноговорящая, англоговорящая, потом полностью, например, испаноговорящая, так гораздо легче. Это моё субъективное мнение, но я считаю, что друзья Сашиного возраста, русскоговорящие, сыграли гораздо большую роль, чем даже я и моя вот это вот воспитание, когда я с тобой сынок, давай развлечёмся, давай поедем на море, давай поедем туда. Ему друзья всё равно важнее, даже если они сидят дома, даже если они играют в компьютерные игры. Я считаю, что именно наличие друзей сыграло ключевую роль. Что ещё, как бы, на мой взгляд, важно, это то, что Саша не адаптировался к испанской еде. За полтора года я смотрю, там, друзья моих друзей, например, оливочки любят, там, витела тоната, или там, что-то, не знаю, панком томаты даже, анчоусы. Саша не адаптировался к испанской еде, он по-прежнему её, ну, не то, чтобы не любит, он её не пробует. В школе, например, когда им дают тортилью, ну, тортилья, это, в принципе, похожее на российское блюдо, это картошка с яйцами, такой пирог, он это ест. Когда ему дают, там, крокеты, например, они похожи на наггетсы, он их ест, хотя ему, ну, не могу сказать, что очень нравится. Но традиционные испанские блюда, паэлью, например, нет, он не будет есть. Если я приготовлю ему рис с курицей, да, вот рис с курицей он может поесть, но если это будет выглядеть как паэлья, он не будет это есть. Мне кажется, что именно из-за Саши мы часто ходим в русские магазины, покупаем там пельмени, мы нашли магазин, который делает десерты, медовик там, Наполеон и так далее, тоже российские. Вы, с одной стороны, можете мне сказать, ты ему вот это всё покупаешь, ты ему всё это ищешь, и поэтому он не адаптируется к местному. Но я как бы сторонник того, что дать попробовать одно, но если есть возможность найти другое то, что он любит, я пойду и найду эту возможность и куплю ему то, что он любит. Поэтому периодически мы покупаем вот пельмени равиоли, по крайней мере, ну, они итальянские, тем не менее, которые в Испании едят, да, испанцы, русские пельмени не едят. Он их ест, он сметану заменяет, там, не знаю, йогуртом греческим, он это тоже ест, но не с таким удовольствием, чем когда мы покупаем пельмешки под водочку. Но это единственные нормальные пельмени, которые продаются у нас здесь в русском магазине, если не самолепные, например, но не всегда есть возможность заказать самолепные. В общем, они называются пельмени под водочку, он их очень любит, они прям российские такие, знаете, не самые дорогие, в России они стоили бы вообще 3 копейки. Но ему очень нравится, и вот это тоже важный момент, что испанская еда вот как не зашла, так полтора года и не заходит. И я как бы, ну, и не могу сказать, что пихаю. К чему он привык, это к тому, что в кафе нет детских зон, вообще никаких развлечений. Вот к этому он реально привык. Если раньше, когда мы куда-то ходили, особенно после Москвы, где куча детских центров, и для подростков ребамбель был, и, в общем, много-много-много разных развлечений, здесь требование, чтобы была какая-то прикольная зона, просто ушло. Все. Он понимает, что любое кафе – это столик и максимум карандаши. Мне кажется, что если сейчас ему напомнить и сказать, что «а ты помнишь, как мы ходили там в Андерсон, в Ребамбель, в Тейку, еще куда-то», он, может быть, и вспомнит, но в его голове это будет какой-то, знаете, ну, как будто мы редко туда ходили, и как будто в Москве тоже все кафе были абсолютно не адаптированы для детей. Ну, потому что здесь, в Барселоне, нет никаких детских зон, и к этому как раз реально быстро привыкаешь. Еще один факт, который повлиял на то, что Саша довольно быстро адаптировался, это то, что здесь есть море, а он любит плавать, и он любит волны. И вот это комбо, потому что, как я сказала, да, если какие-то детские развлечения, они все за городом, туда не поедешь каждый день, во-первых, это и дорого, и долго, и нужна машина, и плюс есть работа, рабочие дни, и плюс не всегда хочется развлекаться так, как развлекается ребенок, то море это безотказное развлечение вообще для всех. И мне кажется, что если вы эмигрируете, переезжаете в курортный город весь море, то это просто, ну, не знаю, 30% успеха. Еще очень, конечно, забавно и интересно, что даже я уже адаптировалась к испанской сиесте, даже я уже поняла, что они там с 4 до 8 не работают, поесть невозможно, магазины там какие-то закрываются. Саша нет, он растет, он часто хочет есть там, не знаю, в 5-6 часов вечера, когда мы где-то гуляем, и он все время говорит, ну, почему эта пиццерия не работает, это что так сложно, сделать пиццу, пусть хотя бы на доставку бы работали или там на вынос. И его вот эта тема сиесты никак вот не может успокоить, ну, точнее, он не может как-то привыкнуть к тому, что здесь все так устроено. Он прям сиесту ненавидит, поскольку здесь в Испании очень жарко, если раньше там, по крайней мере, в Москве он часто брал в кафе в каких-нибудь морсы, лимонады, там это все всегда было в ассортименте, то здесь в Испании часто из напитков есть только Кока-Кола, Фанта, там, Пепси. Пепси, кстати, нет нигде. Это, кстати, да, правда, Пепси вообще нигде нет. Кока-Кола, Фанта, Фанта, Норанха и Фанта, Лимон, ну, типа, Фанта, Апельсин, Фанта, Лимон и вода. И соков это только пакетированный, либо в каких-то кафе свежевыжатый апельсиновый, все, коктейлей каких-то детских, там, не знаю, говорю, морсов, лимонадов нету. Он стал пить гораздо больше воды, потому что очень жарко, сладкие вот эти газировки, он знает, что ему можно раз в неделю, я строгая мать, чуть-чуть. В общем, я стараюсь следить за тем, чтобы он не пил много газировки, поэтому он спокойно пьет воду, он берет воду, он стал здесь пить гораздо больше воды, он в России столько воды не пил. Это изменение заметила я, он наверняка его не заметил, но это тоже важно отметить. Мне кажется, это все, это вот те изменения, которые, с одной стороны, они совсем не глобальные, с другой стороны, мне лично, как матери, мне важно это замечать, мне важно понимать, как он меняется или не меняется, что он стал вежливее действительно здесь, хотя он и в России был довольно вежливый, потому что это, наверное, идет от семьи больше, чем от общества и от окружения. У него появились свои какие-то приколы, у него появились какие-то свои испанские друзья, но это неизбежно, с другой стороны, это как бы и так бы появилось в любой стране, в какой бы ни были, если бы это была Америка, это бы в Америке появилось. Ну, в общем, не знаю, может быть, все эти мысли для вас кажутся очевидными, может быть, ничего нового вы не узнали, может быть, у вашего ребенка все совсем по-другому, пишите в комментариях, мне правда будет очень интересно. И я уже несколько выпусков не говорила о том, что надо подписываться на канал, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, ну, пожалуйста, лайки, можете дизлайки тоже поставить, но я лайки больше люблю. И увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok